В такие сложные времена, в любом случае, надо поддерживать команду. Надо доносить мессенджи, что мы за них болеем, мы про них помним и очень сильно переживаем. Я всегда поддерживаю Кривбазу, болеваю за хруппу уже больше 20 лет. Они это чувствуют, наши эмоции. Чем больше людей, что ходят на стадион, что отсюда в бомбосковище, это очень важно. Для меня это кусочек сердца моего. Команда еще не сыграна. У нас много новых игроков. Ну, вважаю, что мы займем третье, четвертое место. А на фронте, я думаю, ребята справятся. И Кривбаз в следующем году будет играть. Что важно для вас, играть или все-таки спостерегать? Конечно, спостерегать. Потому что, когда ты играешь, ты в той атмосфере с паренью, в одной команде, ты их можешь подбадьорить. А тут ты чисто смотришь и очень переживаешь за них, за каждого. Что важно, играть или спостерегать? Конечно, спостерегать. Когда ты находишься на поле, ты, как можно сказать, ни за что не переживаешь. Ты знаешь, что ты можешь сделать, помогать команде. А тут максимум, что ты можешь, это болевать за них. Поэтому здесь тяжело болевать за них. Я очень переживаю, я понимал, что я ничего никак не могу помогать им. Но нервы были просто на подпале и лютому. Сегодня ты остановился в эпицентре оболевательской тасовки. Или много собрали гравцов? Нет, я не сорил гравцов. У болевательских теж у кого-то свое мнение на счет каждого гравца. Но моё мнение, что гравцы отдавались на все 100%. Ну, впечатления очень хорошие, но чуть-чуть по-другому. По гре мы не програли. Если у вас была бы возможность зайти в роздягальню, чего бы пожелали команде? Парамо. Кривбас – это мы. Кривбас – это мы. Кривбас – это мы. Кривбас